Она использует, потому что вы их там провели. Да, да, да. Ну, у вас один из... ну, там, умеренное количество. Давайте, почему? Я считаю, что это в целом, может быть, даже не только для подмосковных. Это и Троиц сидит в Москве, вот такая же ситуация, да? Я не помню, как там, но, может быть, Кольцовы, они научились там решать, они там с окружающим районом там решают вопросы. Ну, благодаря, в общем-то, своему успеху в инновационном развитии. Поэтому с ними там считаются остальные. Я, кстати, должен вам сказать, что главный стратегический выбор Кольцова был в том, что они, будучи внутри района и сидя на районном бюджете, когда-то, да, решили, что мы выйдем, будем самостоятельны. Их все критиковали. А сейчас параллельный им маленький, ну, даже больший по размеру, наукоград, где сибирское отделение сельскохозяйственных наук, да, Красноук, он так и сидит до сих пор в этом самом, так сказать, районе. А у этих бюджет вырос, так сказать, уже, наверное, больше, чем в десятки раз. Ну, это очень сложная ситуация. Но, тем не менее, я говорю про это. Поэтому давайте сформулировать, да, если есть у вас. Ну, я считаю, что лучше, все-таки, элементаризировать, да, по этой части. По части финансов, ну, давайте тоже как-то интегрироваться, потому что общая идея понятна, да, НДПЛ, так сказать, снижают все время, укорачивают его, да, а другие налоги, они просто, как бы, все время... Ну, я не знаю, а другие, в случае, 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 вот, смотрите, давайте решим, и тогда выход на конкретные места, где решать, правильно? А по налогам, тут надо уже, в общем, это вопрос бюджета, и надо, так сказать, это вопрос. Надо понять, что это вопрос не только бюджета, и вот почему. Потому что, кто помнит советские времена, в Наукоградах всегда создавалась среда городская, среда обитания лучше, чем в итоге, в городах, потому что, если у тебя плохо, тебе не поедут. Это понятно. И по итогу, объезда Наукоградов, я вам скажу, что благоустроенным можно назвать релкой, вот, действительно. Но там, в системе, этим занимались много, это правильно, ну, почти 20 лет. А в остальных, вот, такие вещи. Вот у нас руководитель администрации сегодня задача номер один, приманчивая городские дороги. Нет, академические, конечно, в более сложном положении. Да, до последнего, до этого лет, все было федерацией. Но в этом смысле продвину аналог, конечно. Академические, хотя и не академические. То есть тут не только, дело не в том, что вот опять все идут с деньгами, конечно, всех. Да, просто если мы хотим привлечь лучших, то надо их все дусы давать за соответствие. Иначе все просто... Мне вот вот, я просядник, раздек сказал, если я вот все идут, то не пили. Он прав абсолютно. Но, коллеги, тут я должен сказать, что возможно, что... То есть этот вопрос, мы тоже был период, когда мы его остро ставили. Но он разрешился не в нашу ходу. В этом смысле, может быть, действительно сегодня, ну, какой-то очередной этап, когда нужно интегрироваться и поставить ряд серьезных вопросов. В этом смысле польза вот такого, как сегодняшний, состоит в том, что они, во-первых, как-то, как вроде сказали, да, в принципе, да. И в этом смысле можно предъявить такой серьезный, ну, как бы, по грамотному счету вопрос. Может быть, вы правы действительно интегрировать несколько... Михаилович, мы же всегда обсуждали это неоднократно, и всегда упиралось это в одно единственное. Это в государственную политику отношения Молкоград, в ее существовании и в ее содержании. Ну, приводилась даже концепция государственной политики. Потому что то, что касается, на мотив подчинения НДФЛ, да, решается в области, но всегда была принципиальная позиция, которая за временем Крымова не менялась. Молкоград — это точно такое же муниципальное образование, как и все остальные московские области. И все нормативы минимальной бюджетной обеспеченности, они для всех одинаковы, не могут отличаться никак. Если позиция губернатора нынешнего иная, значит, ей надо воспользоваться. Тогда нормативы... Новосибирский как раз совсем другой. Я думаю, что область, конечно, не в самым лучшем состоянии, так что лишние есть ресурсы, тем более у нее не один маленький наукоград, а энное количество. В этом смысле я думаю, что это биоблаз не такой непростой вопрос. Даже иной, иная быстрая, как была бы полезна, даже не просить максимальными делом нормативы отчислить до НДФЛ, а хотя бы зафиксировать их на несколько лет, чтобы муниципальное образование имело возможность планировать и воздействовать на эту сферу, увеличивая свою часть физически, оставляя ту же самую пропорцию. Нет, но, Володь, у нас же был такой еще, были такие тоже предложения, может быть, мне надо вернуться, что когда мы говорим об инновационном развитии, числим наукограда, как вот эти места, где инновационное развитие, но давайте в тех местах, где инновационное развитие состоялось, и оно дает уже определенный эффект, вот хотя бы часть его отдавать, для того, чтобы можно было стимулировать в этом отношении развития. Потому что на самом деле наука емкая, производство и прочее, это фондоемкие, это емкие, так сказать, по затратам места вложения средств. Что касается иных налогов, ну, кроме этой мелочи, которые там земельный налог, налог на имущество физических лиц, вот, что касается федерального законодательства, налог на прибыль на прибыль, но на сегодняшний день это такие колоссальные изменения и действующие законодательства, начиная, налоговый кодекс не может отдельным образом действовать на наукоград. на наукоград это муниципальное образование и так далее. Значит, в суде... Но это не факт, потому что есть отдельный закон по наукоградам, в этом смысле тут вопрос для права, это, это... Изменение? Вот, собственно, вот, собственно. Вот к этому вопросу два слова, можно показать, что легкий всегда. На федеральном уровне можно было бы... Представьте. ...карактан, проявит Сергеевич, что не удалось, что не было бы председателем честных словах. На федеральном уровне есть еще один выход, то есть увеличить генотирование науки это автоматически вырастет от числений наукоград. Ну что, автоматического в этом смысле не будет. Да нет. Да, тут это все... Вернули, на самом деле, это то же самое, но... Пожалуйста, Сергей Александрович. Здесь не нельзя... Секундочку, мы уже не... Пожалуйста. Как пример из истории, помните, раньше, в времена Советского Союза на оборот, настоятельная промышленность будет're нулент 15 лет точно больше. И юридишни понимают, что там немножко лучше, чем остальные. Даже стиспендии В ПТУ был, на некоторых специальностях вот. То есть мы сейчас, наверное, говорим об одном и том же, что ассоциируя немножко более качественный уровень жизни Многограда, ассоциировав его с такими дополнительными отчислениями, может быть, из федерального директорного бюджета, из области нового, да, или какими-то дополнительными нормативами, неважно, то есть дополнительно финансирование Многоградов, оно автоматически создаст центры притяжения, и люди поймут, что там немножко лучше нет. И это, а там же ситуация. Ну, вы правы, но тут вот главная проблема, мне кажется, сейчас еще, вот нам, ну, вот кто помнит, как мы вот последние три года работали с этим законом, да, который шел. Ну, мы же ангаровали эти законы. Да, да, но я к другому, я к тому, что первоначально, он же вот сегодня Огородова-Хвастлива рассказывал, как вот для чего они его делают, да она вообще никакого понятия не имеет, для чего делать, потому что его делали, потому что тот человек, который сидел, ему поставили условие. Ты уйдешь отсюда, когда сдашь закон. И он там его, вы помните, он там придумывал одобрение, когда было полное неодобрение, и так далее. И полтора года мы бодались с этим законом жестко, пока не созрел кто-то, Матвееву, я не знаю до сих пор почему, вдруг переменилось, и мы начали, какое-то получили понимание, и что-то там даже полезное внесли, но до сих пор у министерства такое представление, что прошло то время, когда надо было наукоградам чуть-чуть помогать, там, сохранять, или как-то развивать вот эту самую, так сказать, инфраструктуру, среду их поддерживать. Вот у этого министерства похоже, что уже сегодня вы слышали, что Огородова говорил, вы там нам дайте индикаторы, вы там как вы будете, да, вот им сегодня они дадут в город чего-то на что, а завтра вы им дайте, какой вы эффект экономический получили. Это в Миноборнауке говорят, не в Минфине, который всегда говорил, да. Поэтому мне кажется, что это вот такая проблема, может быть, ее вот таким образом попробовать, вот давайте интегрируем все вот эти предложения, какие они есть, их разложим на то, куда их, с кем их можно, так сказать, обсуждать, или кому предъявлять, и еще один вопрос, который в последнее время, мы в связи с законом, даже я просто удивлюсь, может быть, кто-то, не все участвовали, мы пробовали определить, к кому можно, так сказать, обратиться комплексным образом, ну, например, так сказать, с подписями там почти полутора десятков мэров наукограда, да, как бы с предъявлением наверх. Но вот не все одинаково понимают, что это можно сделать, да, вот, так сказать, удастся ли такое. То есть вопрос, от кого? Либо это делать от союза, представляю, либо это, вот, лучший был бы вариант, если бы, если на федеральном уровне нужно что-то решить, сделала бы область. Применительно к области тут мы можем только обращаться, исходя из своих... У нас есть вертикаль, вот, как раз мы должны на них взяться, да, я должен, чтобы мы пожелали имену детства провести встречу науне руководителя администрации, глава городов в Курске на экзаменах, консолидировать предложение по решению федеральных вопросов, если именобороны, то именобороны, фанов, фанов, фанов. У нас, на самом деле, всего будет 3-4 детства, с которым мы должны способствовать, объединить их в один документ, как его оформить в протоколе, подписать, а дальше губернатору виднее, на кого выходить, так вопрос решает. Но что вопрос в состоянии решающей серии? Если можно, короткое, если решение. Я совсем забыл, и вы прекрасно помните, что Московская областная дума вносила, Дубнам, причем, вносила в Московскую областную думу проект закона о наукограде Российской Федерации в Московской области. И был такой законопроект, его быстро-быстро замотали семьями. И только на том основании, когда аргумент был один, что нет федерального, предполагался не федерального, и посчитаешь, что областной пока рано еще. И вот сейчас есть федеральный. И на уровне области Московской областной дума могла бы воспроизвести то, что было, и посмотреть, а может быть, на областном уровне для тех восьминого квадрата, которые здесь есть, можно что-то сделать. Но смотрите, я сейчас просто к этому же идти. Мне кажется, что тут проблема даже не в том, что там дума, ссылаясь на что-то, это скорее Годерев там говорит. Я согласен. Ну, даже не в объективности вопрос. Тот вариант, который был, когда наукограды по закону федеральному, да, в нем и по становлению в развитии его, финансировались в варианте федерация и область, федерация при условии, что область не менее 50% налогов возвращает в виде определенных программ в наукоград. Это была более-менее такая вполне нормальная вещь. После того, как появился 122 или какой-то 131 закон, да, область, вернее, федерация сказала, ну, мы не отвечаем за область, область, а мы теперь все отдельные и пусть они сами принимают решен. Область радостно, так сказать, развела руками, да, и в этом смысле сейчас вопрос. Готово ли руководство области к такого типа, я имею в виду, не обязательно к такого типа формально вот таким способом, а в принципе, ну, другой вариант, предлагаете того же самого, да, примерно, что надо каким-то образом определить, ну, чтобы это было, с одной стороны, относилось к наукограду, как к месту, которое потенциально может давать инновационное развитие, а с другой стороны, стимулируя его деятельность в этом направлении, виспоритетах. Правильно? Такое, такое. Он не создавал один, он не создавал. Ну вот, поэтому, ну, может быть, тогда мы, давайте тогда попробуем вот это все сформулировать для начала, потом обобщим, а потом вот, может быть, действительно какой-то такой разговор. Я не знаю, с этим ли министерство вы были? Я не ошибусь, к сожалению, мы ладно разошлись, что если надо будет собраться завтра, и завтра вы какие-то документы, предложения, потому что мы все хорошо знаем, как земельный участок идет речь, и о каких ведностях собираюсь, пониманий, вот завтра мне нужно. Просто я с вами пропускаюсь, и федеральный, который с тобой прозвали, я не стучусь, дешевал. И кто-то один в своей воинской части тоже не стучится, но консультированно, в рамках индукратов, собрали. Кому проблем, одна подпись наверху, все трижды. Ну, здесь речь идет о дорожной карте, и я предлагал то, что я как понимаю. То есть, если вы сможете сформулировать для Союза, мы готовы интегрировать и представить, так сказать, либо это напрямую, Андрей, я не знаю, ты может быть что-то скажешь, потому что либо это ваше министерство, главное, либо здесь нужен более какой-то общий... Ну, возможно, что здесь, поскольку Буцаев одновременно, так сказать, занимает высокую должность, может быть, это надо с ним и организовать. Можно посоветоваться. Да, то есть, на самом деле, мы сформулируем резолюцию, да, по результату. Резолюцию можно сделать в виде доклада Андрея Юрьевича. В том числе и попросить его либо непосредственно о каких-то действиях, либо о том, чтобы собраться, ну, там, где-нибудь просить, ну, да, да, ну, по Союзу, Союзу, как бы лучше сделать, чтобы Андрей был непосредственно по этому вопросу. Я хотел прокомментировать несколько феноментов. То есть, вот первое, что... Да, как раз сказать про закон. Закон – это инструмент, закон проблемы только не решает, если необходимо будет использовать на решение каких-то проблем, да, обозначенных, уже сформулированных, законодательные такие вещи, ну, это несложно. Синициировать. Мы и с профилитетом Орсенбургом, конечно, достаточно хорошо общаемся. Закон о грамотах не давно совсем сколектировали в сторону прозрачности, понятности его использовали. С точки зрения вообще эскалирования проблемы, конечно, она звучала раньше более широко. Не хватает земель для развития нового града. Знаете, как это звучало в лугарах, да? Земли, прережьте, и денежек насыпьте. Естественно, такая основка вопроса немножко смущала, да, и называла «отторжение». Мы говорим, что… Вот на примере Кортвино. Картинка красивого видя. Вот давайте там у нас проблемы с лесным фондом, городские леса, а не там… Статус городских лесов. А вот теперь берём картинку, смотрим, да, в том же там, я не знаю, в картах каких-то видов, где она пишет, да? Значит, вот у нас леса-леса-леса-леса, причём красиво смотрится, вот реально красиво, удивительно, да? И, как говорится, это вообще леса. Рео-то в близких Москве – это плохо или хорошо, а леса в Куркунаху – это тоже плохо или хорошо? Ответа пока нет однозначно, да? И чувствую, что внутри что-то там однозначности нет. Теперь поднимаемся, да? Значит, у нас в ФВЭ, по-моему, сколько там, 15 тысяч человек работало? Весь. Весь. А сейчас сколько? Весь. Вот. А землячки не отбывались, да? То есть, ухо. Раз. Второй момент. ЛЭД, да? 290-й вектарь, 260-й вектарь, да? То есть, на самом деле, если посмотреть, наверное, может пока рано с брича лес порубить. Нет. У них там с удовольствием, да? Раз. Второй момент. Когда мы говорим о развитии, о стратегии развития протяновок, вот такая вот действительно особенность экологическая, это может быть какое-то конкурентное преимущество, и стратегия, она должна ответить, да? Может быть, это, как мы вот говорили, да? Это, может быть, здравница какая-то, да? Если там, у нас есть, скорее всего, есть компания Протон, которая, да, современный, пользующийся мировым спросом, делает приборы для лечения онкологических заболеваний, может там сделать, как говорится, социальную здравницу онкологическую, парфюматорию, какой-то такой, да, лечебницу. Вот, а тогда мы, если от лес избавимся тогда, да, и вот, собственно, о чем уговорился Игорь Франклеев после встречи, о том, что по главу угла ставим стратегия, развитие цель, стратегия, цель, стать тем, не тем, или тем, или это будет технологические площадки какие-то, да, тогда мы, вы, соответственно, по-другому какую-то стратегию строите, и под это уже формируется четкая программа, как могут быть с лесами, да, нужно ли образовательные какие-то учреждения открывать, на федеральном уровне эскалирования нужно какие-то государственные программы делать. Вот, и, собственно, речь, я почему, как вам сказать, идет не... Необходимо там добавить земель каких-либо, а, наверное, речь идет о повышении эффективности использования земель внутреннего программа, в первую очередь рассматривать, конечно, земли, фоно, земли, которые, наверное, не то, что говорить о неэффективности использования земель, но как-то увязывать стратегию развития вот этих вот федеральных объектов со стратегией развития муниципального образований. Вот, и да, консолидированную позицию, что это системная проблема, конечно, в дискалитном ходе. Ну, это понятно, что всегда будет вопрос об эффективности и неэффективности, и для чего. Поэтому то, что говорил Матвеев, там содержалось две вещи. Первая вещь, это типа, ну, как всегда, требование, ну, вы давайте ваше предложение какие-то эффективные, и мы будем когда думать о том, кому деньги. а вторая состояла в том, ну, как бы, не глядя ни на что, он рассматривал, типа, отдайте в муниципалитет, и тогда все будет. На самом деле, это как разница. И на это будут вопросы. Коллеги, а вот у нас Кольцово, Бийск, Огненск, такие проблемы есть тоже земельные, или это в основном московской области больше нет? У Бийска нет проблем. Земли тоже, правда, нет. Ну, то есть, это, какой пробус заголовный, чтобы не было. Не большое добавление, как я бы сказал, я бы сказал, сегодня Денис Петрович очень хорошую, по-моему, бизнес-казал, когда просят показать эффективность и что-то еще, мы говорим очень просто, мы уже нашли место, не надо, сделаем, например, на Батт, или на СТАН, и на Батт, 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 по-моему, во Фрязино таким же способом уже столько раз говорили про эту самую землю, и президент приезжал, и велел решить вопрос по ИР, да? По земле. елки-палки, то есть это вообще, на самом деле, вы правы, это очень важно, если бы удалось решить, это многие бы проблемы, по крайней мере, оно бы решило в том смысле, что сказали, ну вы получили, так демонстрируют, ваши способности, как управляющий команды, на самом деле, это важно, уметь это делать. Коллеги, есть ли еще кто-то, кто хотел бы выступить, или сказать какие-то слова, или мы заканчиваем, мы почти не перебрали, мы перебрали 7 минут, это же, как здесь, 7 минут. Если больше нет вопросов, у нас, нам все понятно, с точки зрения тех идей, два ключевых момента, я могу, не знаю, куда-то получить, пока два, сейчас третье добавите, первое, это вопрос с повышением эффективности земельных ресурсов, можно сказать, так, да, если нет, в Наукоградах, да, чтобы не заниматься в христианской ровне, захватить все, недели, в неделю, да, вот, второй момент, да, ситуация с бюджетом областным, в том числе, сложная, поэтому, так просто вопрос, да, с налогами не решится, что касается, Наукоград лучше никаких муниципальных образований, или нет, имеет ли он право на особое какое-то отношение, не боюсь, что, тоже вряд ли, да, закон, вот, но системно, системно, когда очевидным образом муниципальных властей, существующее законодательство, мотивирует не заниматься производством, а строить торговые центры, на гектар, если построить там продуктовый магазин, это даст гораздо больше доходов в бюджет, чем любое наушное производство муниципальных властей, это даст гораздо правильнее, тем самым нормативным отчислением не стимулирует создание новых рабочих мест, создали больше, уменьшили нормативы, все, и так всегда было, и нет ни одного, а разговор о том, что сейчас, значит, может быть, я не знаю, как сейчас, с этим предложением, значит, по месту работодателя, по месту регистрации работника, вообще ничего делать не надо будет, всех отправить в поскольку, сейчас, и все, уже, не будет. Поэтому, сегодняшнее законодательство, вообще муниципалов, ни в чем не стимулирует, вообще ни в чем. Еще третий, по-другому, вот, в этом, дискуссия, которая у вас была, на секции, инфраструктуры, она что показала? Что, в реальном месте, осталось, сайписи делать, но, как раз, когда сайписи будет, я непонятно, про чем здесь, когда мы говорили о пропаганах, вообще? Значит, явная нестыковка двух уровней власти, по крайней мере. Есть уже какая-то правильная, потому что физическое правильное, это тоже не зависит. Федеральный, нестыкованный, средний, любилитовый. Это давнее любимое дело, завести для себя, со своим названием, другую вещь, через которую идут, осталось силы, а не будет пока. Дневное финансирование, федерального уровня. Понятно. Кстати, по особым зонам мы тоже, в свое время, когда это начиналось, кстати говоря, первые эти идеи, там выставил Греф, когда как раз обсуждалось, на заседании Совета, при президите, вопрос по наукограмму, про особые зоны. Потом он затих, а потом президент, где-то в Бангалор, когда летали, там, там, ну где ваши, да? И мы тогда говорили, что давайте это делать в Наукоградах, потому что это лучше. А сейчас уже они, все-таки вот, хвалят там, ну и прочее, где реально, так сказать, лучше, чем в других местах. И в этом смысле, радуются только, что вы делаете без требований дополнительных, дополнительных рисунков. Можно? социальные инновации, как-то оставил. А если посмотреть, в Европейском Союзе, мы не для всех документов, потому что технически наоборот социальные меньше за культуры. Поэтому если мы сейчас говорим о вот эмоционном развитии, попытка оторваться, хотя он тут заключается об этом, жилье, это, это, ну и как бы звучит по-межу прочее. Хотя в принципе, это все должно быть уверено эмоционному развитию. Вот эта социальная составляющая, она тут тоже опускается. Ну это мы не переделаем, как говорил один поэт, на уровне ментального нет двига моментального. Отсутствие земель в Прокведой это не недостаток, наоборот, возможно достоинство. Потому что на самом деле нужно развиваться не внутрь города, а должны быть экспансии во вне. Именно вот эти проекты в общем, мы постараемся сформулировать и в общем действовать. Я знаком с таким же Новокодрадом, в Баладе, в Монташляйске. Очень интересно. 30 тысяч населения и 100 тысяч рабочих мест в этом городе. Вы понимаете, да? Там у них другие системы расселения, там все, что попробуем устроиться, понятно. Это точно так же, сейчас уже это самое. Умный город, хорошо. Умный город, все как раз развитие социальной информации. Подожди, там, 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 вот еще. Меня Ярослав Логинов зовут. Значит, оси, финет, группа. То есть, я вообще ниоткуда, просто обычный программист. Значит, про финансирование здесь вопросы идут, то, что его недостаточно. Значит, такое понятие, как локальные валюты и появление, опять же, крипто-систем, которые позволяют непосредственно, минуя там Минфины, ЦБ и прочее, выпускать свои собственные валюты, они решают вопрос финансирования. Понятно, что сейчас пока еще запрещено де-факто. де-юре это вообще никак не признается, но, тем не менее, то есть, надо говорить, что довольно скоро и наука, это как довольно прогрессивная вообще область, в том числе города научные и как бы вновь создавающиеся образования, которые не базируют